Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео покажу свои запасы в основном уходовых средств, которые я собираюсь использовать этой весной. Сразу скажу, что я запасы делаю только тогда, когда вижу нужный мне продукт по очень привлекательной цене. Тогда он отправляется в мои запасы. Давайте начнем со средств для волос. У меня в запасе несколько красок Кастинг от Лореаль. Все они в оттенках или 100 черная ваниль, или в оттенке 200 черный кофе. Это те оттенки, которыми я пользуюсь. Оттенок 200 темнее на полтона моего цвета, оттенок 100 темнее, наверное, на тон. Краска качественная, мне нравится. Все, что вы видите, куплено по очень-очень выгодной цене. В запасе у меня один шампунь. Это Эльсеф от Лореаль. Полное восстановление секущихся кончиков. Объем здесь 250 мл. У меня, кстати, такого объема хватает месяца, наверное, на 2,5. И в запасе у меня одна маска для волос. Была приобретена по выгодной стоимости. Это восстанавливающая маска от Ифроше. Она подходит для сухих, обезвоженных волос. Такие, как мои. Всего лишь у меня в запасе один гель для душа. Тоже он от Ифроше. Кстати, гели для душа от этой марки мне очень нравятся. Этот гель в большом объеме 400 мл. Такого геля нашей семье хватит месяца на 2, наверное. Здесь аромат гранат и пряные ягоды. Честно говоря, мне этот аромат, не знаю, кажется немножко каким-то компотным. Но это любимый аромат моего мужа. Также от Ифроше у меня в запасе один лосьон для тела. Здесь тоже большой объем, 390 мл. Аромат здесь лимон и базилик. Достаточно приятный, такой нежный для меня весенний и летний аромат. Так, давайте посмотрим, что же у меня еще есть в запасе. Ну, раз уж мы смотрим Ифроше, давайте покажу вам тогда и средства для умывания. У меня есть гель для умывания в объеме 125 мл. Гидровиджеталь. Я таким же сейчас пользуюсь. У меня осталось там, ну я не знаю, может быть на недельку. И потом в использование пойдет вот этот гель. Очень мне нравится. Он не сушит даже сухую кожу лица. Он достался мне совершенно бесплатно в подарок. И также бесплатно досталась мне вот такая пенка для умывания от корейской марки Исфолио. Она была в подарочном боксе на открытии магазина Подружка. Ну, этой пенке предстоит еще долго лежать в запасах, так как у меня корейская пенка есть в использовании, а расход у нее минимальный. Две малышки крема для рук у меня в запасе. Каждый всего лишь по 30 мл. Поэтому мне таких двух малышек не хватит даже на месяц. Один от Egg Planet. И второй красное яблоко от Ifrochet. Это лимитка конца 2018 года. Есть у меня в запасе вот такой интересный продукт. Подобным еще никогда не пользовалась. Это диски, пропитанные мицеллярным раствором для снятия макияжа. Я их привезла из отпуска. И, в принципе, планирую подержать до какого-то следующего отпуска. У них достаточно такой удобный формат. У них хороший срок годности. Мне кажется, удобно будет взять с собой куда-то в поездку. Два кусочка мыла у меня в запасе. Это Умка. Крем-мыло детское. Очень такое нежное, приятное. Пойдет в мою мыльницу буквально на этой неделе. И немножко полежит в запасе тоже очень нежное, приятное мыло. Детское мыло с молоком от Johnson's. Как-то так получилось, что в запасе осталась всего лишь одна зубная паста Акова Фреш. Но, конечно, это очень маленький запас. Надо будет докупить. Как всегда, у меня есть в запасе моя любимая зубная нить от марки Oral-B. Я предпочитаю вощеную. И стараюсь покупать 50 метров. Это более выгодно, чем покупать 25. Есть у меня в запасе вот такие картриджи для женской бритвы Venus. Упаковочки 4 штуки. Мне такой упаковки хватает достаточно надолго. Один небольшой пузырек у меня санитайзера геля для рук от LP Care. Он, кстати, тоже был в подарочном боксе подружке. Но до сих пор лежит и ждет своей очереди. Очень много у меня вот таких мини-упаковочек. Это патчи под глаза. Они китайского производства. Но меня качество вполне устраивает. По крайней мере, на моей коже работают отлично. Так что у меня их много-много-много. И также у меня достаточно... Видите, вот целая коллекция, можно сказать, масок для лица. Давайте быстренько покажу, что есть. Две маски от A.P.U. Это банановая и персиковая. Две маски от Esfolio. Это жемчужная и коллагеновая. И две очень даже неплохие маски от FITO COSMETIC. Это пептидное интенсивное питание и коллагеновая anti-age. Ну вот запасика из 6 масок мне хватит. Ну максимум, наверное, на полтора месяца. Всегда у меня в запасе есть некоторое количество бальзамов для губ. Бальзамы я люблю. Они у меня расходуются очень быстро. У меня два бальзама бархатные губки. Это банановый и кока-кола. Простенький, но на моих губах очень даже неплохо работают. И один бальзам у меня от EFROCHE кокосовый. И два у меня декоративных продукта. Один продукт это крем-краска для бровей и ресниц на основе хны от FITO COSMETIC. Я подкрашиваю брови такой краской примерно раз в 10 дней, раз в 2 недели. Вот такого вот тюбика малышки мне хватает месяца, наверное, на 3, а то и на 4. Так что для меня этот тюбик большой запас. И в запасе у меня одна тушь, подкручивающая от BELODGE. Она у меня пойдет в использование в марте месяце. Поэтому даже не знаю уж каким таким запасом ее считать. Ну и кому интересно, и чтобы вы не думали, что знаете, вот я только о себе думаю. Нет, я думаю не только о себе. Я для мужа тоже сделала какие-то небольшие запасы. Итак, что же у него? У него шампунь Head & Shoulders, но тоже пойдет в использование буквально в ближайшее время. И две пены для бритья. Nivea Man успокаивающая пена. Ну это самая любимая пена моего мужа. И вот такая вот от Eiffroche пена для чувствительной кожи. Она мне досталась совершенно бесплатно. Ну посмотрим, муж потом выскажет о ней свое мнение. Ну вот такие запасы у меня скопились к марту. Я думаю, что большую часть из этих запасов я весной использую. Но возможно что-то перейдет даже на летний период. Всем спасибо за просмотр этого видео. Кстати, интересно делаете ли вы такие хомячьи запасы по выгодным ценам? Расскажите в комментариях. Всем отличного настроения. Всем пока!